3 тысячи домов признаны ветхими, 282 – аварийными. В нормальном жилье нуждается 6,5 тысяч человек. Ситуация с квартирным вопросом в крае по-прежнему неутешительна. Однако в профильном ведомстве считают, что в ближайшие годы ситуация улучшится. Алтайский край получит на эти цели больше 4 миллиардов рублей до 2025 года. Бюджеты муниципальных образований, как и региональный бюджет, не позволяют в полном объеме обеспечить расселение жилищного фонда, признанного аварийным, после 1 ноября 2017 года за собственный счет, за счет своих бюджетов. Правительство Алтайского края неоднократно в адрес вице-премьеров Российской Федерации, в адрес Минстроя Российской Федерации под разные программы, под разные варианты поддержки субъектов, в том числе Алтайского края, направлялись обращения о необходимости финансирования на федеральном уровне программы расселения аварийных домов, признанных таковым после 1 ноября 2017 года. Проблема аварийного жилья в этом году стала особенно острой. В начале апреля этого года пришлось эвакуировать жильцов двух аварийных домов. Шлаг посыпался, такая пыль поднялась, где-то запорошило всего. Мы там как очагары были. У дома по адресу 1-я западная 51 частично обрушился карниз и фасад над одним из подъездов. Из-за угрозы дальнейшего обрушения жильцов эвакуировали. А через несколько дней переселять пришлось жильцов дома по советской армии 54. С одной из стен посыпался кирпич. Здания аварийные и люди давно ждали новой жилплощади. Отодвигали нас, отодвигали. И очень страшное состояние, и вообще этого дома страшное состояние. А еще страшнее вот такое отношение к людям. Глава региона уверенно заявляет, что учиться на ошибках больше нельзя. У нас ведь история должна чему-то учить. Люди в правительство приходят новые, в органы местного самоуправления приходят новые. Значит, может быть, они не обладают этим опытом прохождения предыдущих этапов. Такой масштабной работы по расселению жителей из аварийных домов. Но в документах, в каких-то аналитических материалах, мне кажется, это должно оставаться, чтобы мы понимали, оно вообще-то, ну хорошо, расселили. Расселили это же ведь только, по сути дела, выплатили компенсации. Судьбу ж людей, которым дали деньги, потом никто не отслеживал. Учитывая возможные последствия, в бюджете города были изысканы средства для внепланового расселения жителей данных домов. В результате, в 2021 году финансирование муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» было увеличено более чем в два раза. При этом в профильном ведомстве уверены, что край сможет досрочно завершить региональный проект расселения на два года раньше, в конце 2023-го. По данным Минстроя, расселение жильцов в целом идет с опережающими сроками. В правительстве говорили не только про Барнаул. В Бийске 53 аварийных домов. Процесс расселения тормозят предпочтения жильцов. Примерно 80% – это все-таки предоставление новых помещений взамен изымаемым. И 20% – это идет выкуп. В период с февраля по мае 2021 года не состоялось 14 закупок. В общей сложности не приобретено 74 жилых помещения. Извещения о проведении проводились не менее двух раз. Основными причинами отказа является отсутствие помещений, удовлетворяющих потребностям заказчика, в частности, соответствующих размеру общей площади помещений, подлежащих расселению. В целом же почти за 10 лет в крае расселили 804 многоквартирных дома. Более 17 тысяч человек получили новое жилище. А с 2019-го Алтай вошел в нацпроект «Жилье и городская среда». С его помощью жильцы должны поскорее обрести надежную крышу над головой. А пока глава региона поручил опубликовать в СМИ весь список аварийных домов региона. София Яценко, Маргарита Гартунг. День с толком.